Пара-пара-пам-пам и мы в эфире. Добрый день, слышно ли, видно нас? Да, всем привет. Мы начинаем наш мастер-класс 8 составляющих для раскрытия максимального потенциала в пауэрлифтинге. Досмотрев до конца, вы точно посмотрите на многие вещи по-новому, а те, кто уже были с нами, я думаю, уже посмотрели на что-то по-новому. Сегодня вы получите ответы на многие вопросы, а сейчас рассмотрят, что же реально работает. Да, вот вы все пишете, фарма-фарма, я на своем веку видел товарищей, которые... А мы потом дойдем до составляющих, у нас одна из составляющих из 8, это генетика, вот как раз таки на генетике я приведу пример, что какая ваша фарма супер-мега-херенна. Короче, просто ждите. У меня был пример, там товарищ, не знаю, больше грамма тестов в неделю закидывался, гормон роста, еще что-то практически не менялось, потому что питание непонятно какое, тренировки хаотичные и так далее, и фарма ему особо не помогала, только сажался в организме. Нет, просто если тебе не дано, то ты там хоть обосрись, я не знаю, хоть парень и пускай, не знаю, литрами фармы, что хочешь, то и делай, но выше головы не примешь в такой ситуации. А если есть такое понимание, что да, есть товарищ, но их 5 на миллион, не соглашусь, каждый может достигнуть, там, салон даже плохой генетикой, мастера спорта, хотя бы кандидата, просто надо с организмом вести в порядок. Так, мы приступаем к нашей тематике сегодняшнего мастер-класса. Это 8 составляющих для раскрытия максимального потенциала по влитингу. Вот. И так, первая составляющая, это цель, она же мотивация, так как без цели у нас мотивации нет, и это будет показано в следующем слайде, да, то, что у нас мотивация требует цели. То есть, чтобы вам хотелось идти в зал, вы сначала должны понимать, зачем туда идете. Я думаю, любой человек согласится, да, находящийся, в принципе, сейчас на мастер-классе, и вообще любой человек, даже не из мастер-класса, что реально, то есть, если у тебя нет цели, то откуда черпать мотивацию? То есть, ты приходишь в зал с какой-то целью, не просто там, ну, просто буду качаться и все. Может быть, для себя или еще что-то. Даже те, кто приходят и говорят, что я для себя, но все равно есть какая-то цель, там, хотя бы, не знаю, там, бицелс, там, 50 сантиметров, но это тоже цель, в конце концов. И для того, чтобы ваша цель вас не подвела, она должна отвечать некоторым параметрам. Во-первых, она должна быть измерима, как ты сказал, бицелс, 50 сантиметров или присед, там, 300 килограмм. Должны четко понимать, к чему вы стремитесь, чтобы как-то уже понять, что вы достигли, и пора ставить там новую цель. Цель должна быть достижимой, при этом вы должны всегда мечтать будущим о большем, не останавливаться на достигнутом. И она должна быть определена во времени, адекватно определена во времени. Так как, если вы пришли, приседаете 100 килограмм и рассчитываете через месяц, что вы будете 300 приседать, вы засчитываетесь. Я вот там угадаю, да. А если вы, например, своей целью не достигнете, здесь как раз таки сработает психология. И он просто, как правило, люди, не достигающие своей цели, не потому что они там, как правило, ну, получается, те, которые люди не достигли своей цели и ушли из какого-то вида деятельности, да, например, или из спорта. И все это, получается, произошло лишь только потому, потому что он неправильно себе поставил цель. То есть либо завысил планку, либо замесил сроки, как раз таки. То есть у меня была цель там за полгода, например, какой-нибудь там, не знаю, мужчина там при весе 150 килограмм и кверосте 150. Вот. И не он пришел, например, там еще к персональному тренеру, да. Вот у меня цель за полгода стать как ты. Вот реально нашел тренера вот прям самого, который ему больше всего нравится, да, то есть каким он хочет быть. Потому что, как правило, многие клиенты так и делают. То есть они выбирают себе клиента, вот для которых вот ты как идеал для них получается. У меня даже была такая ситуация. Пришел ко мне клиент, вот как раз таки, когда я начал работать в фитнесе, подходит ко мне и говорит, сколько мне нужно тебе заплатить, чтобы я стал таким, как ты. То есть вот так у людей все просто. Они не понимают, сколько лет и сколько, получается, ты труда затратил на все это. Вот они говорят, вот я вот за полгода хочу стать таким. И если я за полгода не стану, ну, значит, ты тренер хреновый. И, как правило, да, и, соответственно, потом все зачируются. Кирилл наш уже, можно сказать, родной человек нам стал, пишет, что приходишь в зал как ритуал, а мотивация, что только временно заглашусь, что действительно поход в зал уже должен стать как неотъемлемой частью жизни. Но при этом, если есть там конкретная цель на конкретное соревнование, то этот ритуал приобретает новые формы, но и новую мотивацию и четкие задачи. Ну, это должна быть тоже часть своей жизни, как привычка. Да. Вот, поэтому нужно решаться уже сейчас для того, чтобы воплощать свои цели и ставить их хотя бы в ближайшие короткие. Ну, или дать одну огромную цель и разбить ее на маленькие по цели, вот так по смартам поставленные. Следующая составляющая – тренировка плюс труд. Ну, в принципе, она же есть. То есть труд, это говорится о том, что нужно пахать. Сейчас тренировка тренировками, но нужно, соответственно, на тренировках выкладываться. Но опять же выкладываться, то есть там, да не говорит о том, что она там, последняя капля крови там должна из тебя там изойти. Вот тогда ты уже прям сделал все, что мог. Не всегда нужно делать все, что мог. Блин, с диваном. Вот ты его раздвинуть решил. Нет, я не решил это сделать. Какие нюансы хотелось бы подчеркнуть, да, соответственно, в тренировочном процессе? Это первое – нужно правильно дозировать свою нагрузку. Вот. И второе – все должно быть циклировано, не должно быть никакого хаоса. То есть про дозирование нагрузки, я думаю, все и так понимают, о чем я имею в виду. А про циклирование – это, то есть не должно быть сейчас такого, как у меня, например, было раньше. Хотя у меня, в принципе, можно сказать, что было циклировано. То есть это был не совсем хаос, но это был полный бред, да. То есть когда начал заниматься, только пришел в зал, у меня каждую, получается, тренировку была прикидка в жизни. То есть я не делал рабочих подходов. И просто разминался, поднимался по разу вверх, и все. И у меня еще при этом, как бы, я потихоньку-потихоньку там сдвигался по килограмму, по 2 килограмма. От тренировки к тренировке, пока не дошел до 48 килограмм в жизни. Вот это точно помню. Вот. То есть это тоже вред, да. И, соответственно, не должно быть такого, что у тебя, например, сегодня там работаешь на раз, делаешь шприц, завтра у тебя объемный тренинг делаешь на 6, после завтра у тебя вообще какой-то бодибилдинг, через неделю там что-то 5-е, 10-е, 20-е. То есть должно быть все планомерно. Соответственно, от большого объема ты начинаешь, от объема тренировок, более интенсивно. Чем ближе, получается, идет дело к подготовке, ой, не подготовке, а к соревнованиям, то есть к выступлению, тем эти тренировки должны быть более интенсивные. Соответственно, ну, оставляя задел для разгрузки. То есть получается ты получаешь там интенсивность буквально где-то там до 3-х, ну, края 2-х недель до начала соревнований. То есть и далее потом начинаешь спускаться, разгружаться. Кто-то делает там за месяц, делает прикидки и потом начинает разгружаться. Вот. Так, в принципе, тоже, как бы, ну, имеет место быть и таким, в принципе, тренировкам. То есть именно тренировочный процесс таким образом построен. Вот. Но так как, по крайней мере, у меня все время подготовки очень короткие, я не могу себе позволить делать разгрузки по месяцу. Вот. У меня там бывает месяц, там, получается, только одна подготовка длится. Вот. Поэтому еще раз, да, вывод, то есть все должно быть планомерно. Сначала, например, объемные, потом больше получается что-то среднее между, ну, получается, сначала многоповторка, потом, например, там, 8-10 повторений, потом 4-6 повторений, период, потом, соответственно, выход на пиксилы, 3-2, одно повторение, и потом, соответственно, разгрузка делается. И теперь как раз-таки вопрос о генетике. Да, как раз последнее сообщение для того человека, как раз от того человека, которому это посвящается. Вот, так, ты смотришь на тренировку, например, через день, 5 работаешь, 2 отдыхаешь, 3-3, через день. А не через день, а 5 работаешь, еще отдыхаешь. Это 5 раз в неделю получается. Да, тогда, получается, будут по-любому такие тренировки, как легкие тренировки, которые просто лишь бы эти 5 дней забить. Вот, то есть у тебя будет, например, конечно же, там одна тяжелая тренировка в тяге, одна тяжелая приседе, одна в жиме, а потом там легкая, средняя, там еще какая-то. Вот, когда можно просто разгружать ЦНС, то есть напахиваться, там, например, в 3 дня и отдыхать спокойно и от зала, и как психологически, так и физически. Вот, далее мы переходим к генетике. И генетика, бесспорно, не то, что немаловажный фактор, а реально очень важнейший фактор, вот, и потому что не каждому человеку будет дано поднимать. То есть взять, например, тех же тягунов, да, уже все заметили, что люди, обладающие длинными рычагами, тянут больше, чем люди обладают короткими рычагами. Это, соответственно, антропометрия, да, то есть сейчас пропорции человеческих длинных рычагов, также относятся к генетике. То есть ты с такой антропометрией родился. Не говоря уже о том, что, соответственно, сила, да, у каждого он так же разный. То есть никакая не фарма там ничего, то есть не отличает. То есть кто-то думает, если, например, я, да, если я тяну 440 килограмм, кто-то тянет, например, там, 300 килограмм, да, в моей весовой категории. И думает, блядь, это же сколько он фарму сожрал, если я там сколько-то там херачил. А чувак, который тянет 200 килограмм, еще жрет в этом фарме, там еще больше, кто тянет 300, например, да, думает. Блядь, да это пиздец, это незаконно, там, да он там фарму, блядь, больше, чем он весит, да, это даже пиздец. Он там гробит свое здоровье. Потому что есть люди, которым реально не дано. Ну вот просто, как бы ты грамотно не тренировался, даже если взять, например, да, моих бывших коллег, фармлифтеров, которые занимались со мной в Хабаровске, да, соответственно, мы занимались у одного тренера, и взять, например, даже, в принципе, плюс-минус одна и та же весовая категория. Мы все равно показывали разные, да, результаты. Там, например, антропометры плюс-минус одинаковые, но результаты разные. У кого-то там жать все равно лучше получалась, у кого-то писать лучше получалось, даже не из антропометрии, а из-за мышечного строения, да, то есть анатомически. То есть у кого-то грудь больше раз, да, с руками, да, верхним плечом поясом, а ноги, наоборот, получаются худенькие из-за того, что, например, сухожилия длинные, мышцы более короткие, так как сухожилия длинные. И, соответственно, также, например, там количество волокон мышечных, соответственно, сами волокна быстрые, медленные. То есть куча всяких нюансов, которые также будут влиять на твои силовые показатели. И уже только фарма, это уже самое, последнее, она, опять же, к генетике не относится, и вообще мы не включили форму. Потому что сколько показывает практика, и сам это замечал, то что на тураха может спокойно обуть самого там злостного химика. Просто если ему дано реально, то он выиграет. И выиграет еще с треечным отрывом. И сам так делал, в принципе. Вот. То есть так получалось. Но при том, что я еще при том, что это были соревнования экипировочные, у меня еще экипировка была хуже по качеству. То есть старая, там, запипанная титановская рванная, заживавшая в своих последних дни жизни. Вот. И человек нормально экипированный, там, и все тому подобное. Еще и с весом как минимум 12 килограмм больше моего. И ни в одном из движений он мне не уйдет. Да, это что касается генетики. Естественно, генетика играет огромную роль. Но при этом, действительно, стать там мегачемпионом без генетики невозможно. Но какая бы плохая генетика ни была, если все делать правильно, то, может быть, с этой плохой генетикой понадобится чуть больше времени. Но мастера спорта вы сделаете. И вот был вопрос... Нет, бывают такие люди, которым даже мастера спорта выполняют нереально. Есть такие люди. Но среднестичный человек может выполнить это, наверное... Нет, я считаю, что процентов 50 точно может, да. И вот вопрос был в чате. Мне тоже хотелось, чтобы ты об этом озвучил для тех, кто не был на прошлых вебинарах по поводу продолжительности подготовительных периодов, циклов, объемного тренинга и так далее. Кратко, пожалуйста, расскажи, потому что, вижу, на эту тему вопросы есть. Всем будет интересно. Ну, смотрите, получается, в среднем у нас подготовка занимает около 16 недель. Там 14-16 недель. Из них половина подготовки должна занимать... Сразу говорю, у меня своя терминология. Это я называю минусловый цикл. То есть это когда ты работаешь в диапазоне 4-6 повторений. То есть она будет занимать как раз-таки 50% подготовки. Итого это получается, если у вас подготовка занимает 16 недель, соответственно, она будет занимать 8 недель. Далее, это также период в межсезоне. Я его называю еще фундами. То есть тот период, где мы должны хоть как-то еще поработать в бодибилдовском стиле, то есть пытаться мясо поднарастить. Конечно же, 4 недели с целью нарастить мясо, это вообще глупо. Но тем не менее, как бы такая тренировка должна быть. Во-первых, она как бы разнообразит тренировочный процесс и также разгрузит ценность в какой-то степени. То есть она у нас будет занимать от 3 до 4 недель. Итого у нас остается, то есть если мы знаем, что 50% на демосиловый цикл, как раз, если на межсезоне у нас 3-4 недели, у нас остается так, что 4 недели. 4 недели нам дается на выход, как раз выход на пиксилы. То есть мы плавно понижаем от недели к неделе повторение. Так получается 4 недели. От 4 повторения до 1 повторения, то есть до прикидки. И 2 до 5 недели у нас занимает разгрузка. То есть вот и все. То есть мы, получается, грубо говоря, со 100% весов. Ну, если не 100%, там 100-95%. Так что это может быть 100% от разового максимума, от предыдущего, получается, который ты показал на предыдущих стартах либо на предыдущей подготовке. Так как, получается, от подготовки-подготовки ты должен в идеале прогрессировать. И по идее ты можешь дойти в легкую, то есть когда ты делаешь синглы, на прикидке этого веса, который ты там поднимал в прикидку, например, на соревнованиях либо в предыдущей подготовке. Вот. Соответственно, от этого веса ты спускаешься плавно в течение 2 недель там вплоть до 2-го разминочного веса. То есть до 30-35% от максимума. Вот как бы в двух словах, то есть как строится, да, соответственно, подготовка. то есть они так, как ты чувствуешь, как тебе захочется. Там сегодня бицепс покачал, что я так чувствую. Еще что-то. Это, опять же, вопрос о целях. Ставите цель во времена, во временных рамках, рассчитывайте свои циклы, не работайте по ним. Вопрос, когда я понял, что генетика работает, это как раз таки, когда я вам сказал, что это было в 2012-м, или чем 2013-м, когда я как раз таки выигрывал у тех, то есть когда я выступал на Тураху, да, и выигрывал у тех, кто готовился не на Тураху. Это раз. Во-вторых, когда я стал показывать результаты, соответственно, больше, чем другие, то есть как раз таки, когда я поставил супермировой рекорд IPF, выступая в премьер, у него был рекорд по мужикам, то есть в открытой возрастной категории. То есть в 2012-м год я как раз таки уже реально почувствовал себя, то, что реально у меня генетика, ну, скажем так, не такая, как у других, да, в какой-то степени особенно. Вот, и уже в 2014-м году, да, когда я уже присел, уже 440, также на подготовке к Европе, пусть и в экипировке, но тем не менее это превышало мировой рекорд, насколько, ну, до хрена, на 30-килограмм мировой рекорд превышал, 440-килограмм. При том, что это было в весовой категории до 105, а у меня все время был недовес, то есть я весил там плюс-минус 100 килограмм, сегодня там чуть больше сотки, там 100-500, там 100-400, вот. Ребята, вижу, много пишите вопросов, пожалуйста, вопросы в откладку вопросов пишите, но при этом, вы знаете, сначала лучше запишите их на высточке, свои вопросы, досмотрите до конца, потому что, возможно, просмотрев всю контентную часть, у вас уже половина вопросов просто отпадет. Техника. Скажи, пожалуйста, Юрий, про особенности техники. Так, да, и сразу же вопрос в чат, быстренько пишем в чат, кто как думает, как подобрать технику по росту спортсмена. Ждем от вас ответов и после этого только двинемся дальше. На что нужно обратить внимание, чтобы подобрать по росту спортсмена технику. Видимо, Александр Терентьев уже был, у нас, как и Евгений. Остались тех, кто не знает? Да, это вообще не знаю. В принципе, все правильно, ребята. Так, да, по росту у нас никак не определить. Тогда нас тоже нужно все внимание при подборе техники. То есть мы обращаем только лишь на длину рычагов, то есть на пропорции. И от этого мы, соответственно, и пляшем. То есть, если, например, взять человека с одинаковыми пропорциями, то есть отношение длины рук, длины корпуса, длины ног, и это будет два человека, то есть одинаково по пропорциям, но разные по росту. Пусть там даже один, например, полтора метра или метр, другой два метра. Если, например, человек уставить технику, то есть по стандартам, да, например, то есть, например, там постановка на ширине плеч, разворот там стоп на 45 градусов и разворот бедра тоже на 45 градусов. И все это снять сбоку, еще, например, снимать, например, это все, как он делает с грифом, а не со штангой, да, например, чтобы не, ну, сейчас радиус диска, да, на фоне человека никак во внимание не шел. Вот. То вы никакой разницы вообще не увидите и не поймете, кто какого роста. То есть, так и есть. Поэтому мы все время смотрим на антропометру. То есть, присиди, у нас только лишь первое, что влияет на постановку техники, это такие особые, особые случаи, то есть нюансы, например, когда голень короче, чем бедро. Вот. То есть, в такой ситуации нужно индивидуально подходить к спортсмену. Вот. То есть, там стандартные ситуации не совсем подойдут, кроме как ширина постановки и ног и разворот бедра. Вот. То есть, надо штангу взять и наложить на тропедцию и, соответственно, больше перемоглить вперед. То есть, например, да, далее, то, что касается приседа. То есть, тут шаблонная ситуация работает. То есть, когда у нас сейчас постановка ног на ширине плеч, именно смотрим по пяткам, да, то есть пятки на ширине плеч, а не носки на ширине плеч. Вот. То есть, не уже, шире можно. Вот. И разворот как раз-таки бедер. Если брать угол между бедрами, то это того со среднего страуса. Вот. То есть, это будет самая оптимальная техника. И, соответственно, мы не стремимся удержать колено в проекции, стопы. То есть, мы в первую очередь должны общать внимание на то, чтобы амплитуда в коленном суставе не превышала амплитуду в тазобедренном суставе. Даже наоборот. То есть, амплитуда в тазобедренном суставе должна превышать амплитуду в коленном суставе, так как разгибатели тазобедренного сустава, то есть, в сумме вообще эти мышцы, они будут сильнее, нежели разгибатели коленного сустава, нежели по дрицепсу. Далее, в жиме какие нюансы. В принципе, там нюанс один, не говоря о том, что там ширина хвата и тому подобное. То есть это когда угол между плечом и корпусом 60 градусов. То есть это самый оптимальный угол для включения как трицепса, так и грудной мышцы. То есть тем самым мы никак не перегружаем дельтовидную мышцу, потому что она у нас в принципе маленькая и не вывезет. Плюс она еще, в отличие от задней дельты и средней дельты, она у нас больше не перистообразная, а вертинообразная. То есть она больше скоростная мышца, чем силовая. В отличие, например, от грудной мышцы. Вот это какие нюансы как раз-таки в плане жима лежа. И, соответственно, если у вас есть проблемы со стартом, то есть нижней точкой, когда есть смысл сделать хват поуже, если проблемы с зажимом, то сделать хват пошире. Соответственно, не шире 8,1 см, то есть ширина рисок допустимых на соревнованиях. И то, что касается тяги. Тут у нас вот именно тяга как раз-таки здесь шаблонный метод никак не работает. Здесь как раз-таки все индивидуально и подбирается там вплоть до сантиметра. То есть с целью максимального расцветия потенциала в тяге. Просто хочется здесь отметить, что чем длиннее длина конечности, тем шире мы будем ставить ноги. То есть тем больше будем отходить от классики. Соответственно, чем у нас ноги короче и корпус длиннее, тем либо мы тянем в классики, либо суммонус с усредненной постановкой. То есть такая ситуация получается. Если мы будем стремиться, даже если человек будет обладать супер-мегагибкостью, садится на все шпагаты и тому подобное, то есть у него широкая постановка ног ничего не получится. То есть я имею в виду того человека, который обладает короткими рычагами. Все лишь потому, что обладая короткими руками и длинным корпусом, то есть ему нужно будет взяться за штангу, создать оптимальный углы. И этот сильный разворот бедер в стороны сделает таким образом, то что корпус длинный будет перезаваливаться за проекцию штанги. То есть плечо у тебя будет все время впереди. Если попытаться плечо увести на проекцию, получается грифа, то есть штанги, придется сильно подсесть, и это будет даже ниже угла, то есть обычно среднего угла в досиде, в приседе, что также повлияет на результативность. То есть никакой тяги не получится. Это будет даже не тяга уже называться, а в приседе штанги будет так, то есть типа ля-ти-ти-сет-плие. Поэтому люди, которые обладают короткими рычагами, если тянуть сумму, нужно ставить ноги буквально чуть шире плеч. Ну, да, чуть шире получается плеч. Те, кто обладает с длинными рычагами, ноги ставим шире. То есть и определяющий факт, то есть по ширине ног, то есть насколько широко нужно ставить ноги, это то, что голень должна быть перпендикулярна в стартовом положении, то есть со всех проекций. Вот, это сумма. В классике голень перпендикулярно держать не надо. Вот, то есть нужно, наоборот, немного голень подзаваливать вперед. И также штангу не обязательно вплотную подкатывать голенью. То есть она может немного дляться от голени, буквально там на сантиметр на два. Вот, с целью свободного прохождения снаряда вверх. То есть чтобы не было никого ни трения, ни соприкосновения, ни изменения траектории. То есть когда, соответственно, мы встречаемся там с коленом, например, либо просто с верхней частью голени. Вот то, что касается как раз-таки тяги. Пытаюсь гореть все быстро и бегло, потому что нам нужно еще кучу всяких нюансов рассмотреть. Да, вот Илья пишет, что, а что скажете о жиме Мурата Алибегова, у которого нет техники, а жмет он много. Ну, кто сказал, что у него нет техники? Если человек жмет без моста, это значит, ну, то есть, ну, с минимальным драгибом, значит, у него нет техники. Тут поспоришь, как бы, на самом деле. Если посмотреть его жим сверху, как раз-таки у него угол, как раз приведение, леча корпуса, примерно тот, о котором я говорю. То есть плюс-минус 30 градусов. То есть, ну, понятно, что он сам, скорее всего, того не подозревает, то есть, насколько это надо, но ему так удобнее, соответственно, оно так и получается. У него очень даже, кстати, я бы сказал, красивая техника, то есть, он очень аккуратно прям жмет, без всяких там отрывов таза и тому подобное, прям чисто, прямо красиво все делает. Без моста, ну, это, мост, это не, как бы, неопределяющая техники. Если ты еще жмешь с мостом, то это вообще, конечно, в плане результативности круто. Вот, но как-то сказать, что если человек жмет без моста, то он жмет без техники, это неправильно. Так, ну, а мы двигаемся дальше. И, как ты уже говорил, что важна амплитуда в суставах. Да, то есть, у нас определяющая амплитуда – это амплитуда в суставах, а не амплитуда прохождения снаряда. То есть, почему так? Опять же, да, скоминаем про, получается, про слайд, про подборку техники по росту. Вот, то есть, как я говорил, если взять, например, человека, то есть, ростом 2 метра и 1,5 метра, и пропорции у них одинаковые, да, в соотношении, получается, корпуса, длине бедра, голени, соответственно, и рук. Вот, и, например, снять все видео сбоку и посмотреть их присед, вот, то он, по сути дела, будет одинаковый. То есть, пока ты не… То есть, ну, ты никак не узнаешь, что какого рост. Вот. Поэтому, соответственно, не зная его роста, да, не видя все вживую и не видя, получается, прохождение… Получается, амплитуда прохождения снаряда, вот, ты, в принципе, не будешь ничего понимать, да, соответственно, какой у него рост. Вот, поэтому определяющая амплитуда – это амплитуда в суставах, просто-таки, то есть, именно амплитуда вращения суставов. Вот. Почему так? Потому что, чем выше, соответственно, человек, тем длиннее у него мышцы. По физиологии, в учебнике физиологии написано таким образом, что чем мышца длиннее, тем она сильнее. Соответственно, человеческий рост, да, всегда будет компенсировать длину своих рычагов. То есть, именно мышцы более высокого человека будут компенсировать длину, соответственно, длину руки, длину бедра и тому подобное. Вот. Поэтому, как минимум, эти люди будут в равных условиях находиться. То есть, тут как раз-таки будет все зависеть от того, как выставлена техника. То есть, если амплитуда в суставах одинаковая, то тогда, соответственно, ни у кого никакого преимущества нет. То есть, почему, например, люди, обладающие короткими рычагами, например, короткими ногами, да, приседают, как правило, больше, чем люди, обладающие длинными ногами. Да, соответственно, потому что у них, в первую очередь, амплитуда в суставах минимальная. Вот. Потому что, опять же, при длинных ногах нужно больше сложиться, то есть, больше наклонить корпус, больше опуститься вниз, то есть, больше завалить голень вперед. Потому что голень будет длинная, нежели у того, у кого, получается, ноги будут короткие, соответственно, голень будет короткий. Вот. Получается, голень меньше валится, корпус меньше валится, соответственно, так как корпус меньше валится, амплитуда в тазобедном суставе меньше, более меньше валится, амплитуда в коленном суставе меньше. Итого, получается, такое минимум энергозатратное, во-первых, упражнение, то есть, для того, у кого рычаги короткие. Вот. Вот это раз. И во-вторых, как раз-таки энергозатраты и степень перерастяжения при сокращении. То есть мышцы. Она у нас, степень перерастяжения, она минимальна. Поэтому у человека с короткими рычагами все очень хорошо получается. В плане приседа и также в плане жима. Вот так как еще длинный корпус позволяет хорошо маститься. Вот, нежели короткие. Ну а в тяге, соответственно, уже беда получается. Как раз-таки на оборот все происходит. Ну, в принципе, на практике все это замечали, все это проходили. Ну, а я расскажу еще одно сравнение про амплитуду прохождения снаряда и амплитуду суставов. Если, предположим, человек очень высокого роста и решил выиграть в тяге еще от того, что сократить амплитуду путем максимального расставления ноги под тиски, то он не получит минимальную траекторию прохождения штанги. Но амплитуду суставов будет неоптимальной. Это будет что-то похожее на шпагат. Амплитуда суставов еще будет нормальная. Но амплитуда суставов тоже может быть разной. Например, за то, что тазобедренный сустав, у которого плоскостная работа... Во всех плоскостях, в принципе, работа тазобедренного сустава. То есть, получается, вращение сустава можно разделить на несколько плоскостей. То есть, почему, например, жать не рекомендуется, то есть локтями в сторону, потому что мы перегружаем плечоустав именно в одной проекции. Поэтому то же самое, та же самая ситуация и, например, в тяге. То есть, за счет того, что мы... Соответственно, если человек все время тянул в классике, и тут ему говорят, да нахрен ты тянешь в классике, амплитуда же большая, тяни в сумо, там будет меньше. Тут на соревнованиях происходит такая ситуация, что, блин, вот я там в приседе в жиме выигрывал, а в тяге меня там кто-то тянущий в сумо стал накрывать. Вот ты тут решил прям в последний момент, да я сейчас потянул в сумо и потяну, типа, больше и выиграю. Вот, ни хрена, там ничего не получится. То есть, ты потянешь в сумо, но даже в лучшем случае сказать, что потянешь столько же, это прям комплимент, можно сказать, что сказать. Вот, потому что мышцы работают все время по-разному. Тут, опять же, как я говорил, степень перерастяжения, тут это терапия сокращения. Что-то Дюра перебивает. Итак, вот, получается, что когда мы, соответственно, рассталяем ноги, мы перерастягиваем приводящие мышцы, мы также проигрываем в усилии в плане вектора приложения усилия. То есть, получается, если мы в классе тянем прям четко вверх, да, направляем, то есть у нас получается давление, да, вверх, то есть давление именно ногами, вот, то как раз-таки в сумо у нас сначала вверх вертикальный, потом чем выше, тем как раз-таки больше голень заваливается. И в плане физики, то есть мы, получается, проигрываем в этой ситуации, вот, хоть и выиграем в амплитуде. То есть если человек не привык работать приводящими, еще плюс не работать приводящими, еще в степени перерастяжения, вот, то ни хрена он ничего не подтянет. В лучшем случае он просто на него станет лежать на помосте, вот, в худшем случае что-нибудь оторвется еще дальше. То есть вообще запросто может быть. Поэтому еще раз говорю, что за амплитудой проходения снаряда никто гнаться не должен, потому что это не определяющий фактор. Главное выставить, да, оптимальный угол. Да, оптимальный угол в суставах, потому что есть такое понятие, как короткое движение. То есть короткое движение определяется как раз-таки опять тем же. То есть ты можешь, например, встать одинаково по ширине постановки ног и, получается, и при равной постановке ног потянуть сейчас разными техниками. Вот, только ты потянешь, например, один повтор, ты почувствуешь, что ты как будто как с ямы тянул, второй повтор, например, если тебя выставить идеально, то ты как будто скринтовкинул. То есть, получается, траектория прохождения снаряда была одинаковая, а по ощущениям абсолютно разными. Вот это как раз-таки ощущение короткого движения появляется в том случае, когда углы в суставах выставлены оптимально. Как раз-таки ты никак не перегружаешь, например, там сильно тазобедренный сустав по отношению к коленному и наоборот. Переходим к психологии, ответим на один вопрос. Роман 1200 потянул на раз в классике, через неделю на тот же вес, 7 на 5. А вопрос, значит ли сумму с точки зрения антипометрии более выгодно. При правильном выставлении всех углов, да, действительно, для большинства людей, наверное, будет более выгодно. Как считаешь, Юрий? Вообще, для большинства людей – да. То есть, если все время работать стабильно над сумму, то, в принципе, сумма, по идее, должна быть. Она, во-первых, и более перспективна в плане травматизации. То есть, из-за того, что мы минимализируем завал корпуса, то есть у нас меньший риск получить травму позвоночника. Это, во-первых, и самое важное. И, во-вторых, как раз-таки, да, как сказал мой тренер, то, что тяга в сумму, она менее энергозатратная, чем классика. Ну, хотя, опять, тут тоже спорный момент, то есть, чего бы, но было менее энергозатратно. Нам же в классике не нужно там бегать, прыгать, скакать. Вот именно, как раз-таки, за счет, короче, корпуса, скажем так. Потому что у некоторых все упирается в корпус. Спина не держит травму. Как правило, все в травму, в первую очередь, упирается. Потому что, как оказала практика, как и в классике, так и сумму можно тянуть дофига. Переходим дальше к психологии. Да, давайте поговорим о психологии. А то, что касается, как раз-таки, там человек, или то, что в классике тянул, меньше, а через сколько он там потянул больше? Через неделю. Через неделю все равно больше. Вот, то есть такая ситуация может быть в каком случае, как раз-таки человек длинными рычагами обладал. Это раз. Во-вторых, обладал хорошей гибкостью. Это два. И, скорее всего, этот человек приседал точно не в узкой постановке. То есть на протяжении всей своей испытанной карьеры. То есть приводящий ему позволит тянуть. Либо он, не знаю, с такими компенсациями тянул. Что если, например, ты с нормальной техникой пытался потянуть, не просто, типа, лишь бы потянуть, а с нормальной техникой. Как правило, при нормальном сдалении углов все упирается в приводящие. То есть ноги. Давай, едем дальше. Психология. Рассказываю. Что ты думаешь, насколько важна психология? Психология, очень быстро расскажу, то, что это, конечно же, определяющий фактор. То есть никто, думаю, не поспорит то, что если спортсмен, да даже какой-нибудь там сильным не был, но у него там характер девочки-целочки. То есть то, боюсь, это не буду. Не знаю, его там намотали, ему стало больно, и он сказал, я не пойду приседать, и такое я видел, наблюдал. Но, конечно, это полный бред. Этот человек в спорте ничего не достиг абсолютно. То есть любой человек с худшей генетикой, но сильной психологией, его обойдет вообще без проблем. Поэтому, соответственно, сила духа должна быть так же, как и физическая сила, то есть присущая спортсмену. Вот, это раз. И, конечно же, по поводу психологии, как раз таки, то есть спортсмен не должен быть со соревнований. То есть это, опять же, тоже глупо. Зачем ты готовишься, если ты боишься выступать? Еще мне больше всего поражает то, что человек боится выходить на новые веса. Но это же вообще полный бред. То есть ты тренируешься, у тебя цель как раз таки повысить свои результаты, да? Вот, и вот ты как раз таки выходишь на новые результаты, и ты боишься. То есть ты боишься того, к чему ты шел. Так, если задуматься, ну ты-то, да, блин, дебил. Раз ты боишься того, к чему шел. Совсем что-то все время там, блин, не знаю, там, я не знаю, там мечтал о какой-то супер-мега машине, и вот, например, тебе подарили, и ты ее купил, и в итоге там боишься на ней там ездить, не знаю. Хотя этот пример не очень, но тем не менее. Вот, то есть не нужно бояться своей мечты, тем более, которая уже вот прям воплотилась. Если, конечно, это была какая-нибудь не глупая мечта, там, знаешь, что кто-то сдох, еще что-то. Ну, а для того, чтобы не бояться травм, нужно знать, как их предупреждать, и как заранее диагностировать, что вот где-то может быть травма. А об этом чуть позже. Следующая составляющая, следующая по списку, но не последняя по значению, пауэрлифтера – это питание. От питания очень много чего зависит, и выработка гормонов, и ваше восстановление. Пробежимся кратко. Питание пищи на уровне тестостерона и других гормонов. Частые всплески уровня сахара в крови, это доказано учеными, снижают несколько часов выработку тестостерона. Это имеется в виду употребление быстрых углеводов, которые приводят к всплеску, резкому всплеску у уровня инсулина. Поэтому избегайте сахара. А инсулин также блокирует выработку нормонароста. Вот, да, в том числе. Поэтому избегайте сладкого и отдавайте предпочтение крупным, фруктам и другим более длинным углеводам. Если слишком сильно увлекаться белковой диетой и очень сильно снижать уровень углеводов, то тогда тоже падает уровень тестостерона. Меньше 2 грамм на килограмм веса не нужно ни в коем случае есть углеводов. А просто перед тренировкой можно сладкого чуть съесть. Но если перед тренировкой вы, например, поели за 2 часа до тренировки и решили съесть перед самой тренировкой сладкого, то скачок уровня сахара в крови придет к скачку инсулина, который еще больше понизит уровень сахара в крови и, в принципе, тренироваться будет несколько тяжелее. Лучше съесть фрукт, он будет дольше усваиваться. И тоже фрукт можно назвать сладким. Можно ты еще быстренько на вопрос? Кто-то пишет, Юра, новый вес не потянешь, пойдет самооценка. Ну, еще полный бред на самом деле. Я как раз-таки никогда не боюсь не проигрывать и, соответственно, и не боюсь поднять меньше вес, чем я поднимал. Понятно, что я всегда иду на соревнования с целью повысить, соответственно, результат предыдущих соревнований. Не обязательно предыдущих соревнований, потому что предыдущие соревнования могут быть не всегда лучшими. То есть повысить все лучший результат соревновательный. Взять, например, почему я не боюсь показать меньше результат, это, например, взять прошлогоднее соревнование в сексе, где я вообще забранился в тяге. То есть потянул 390, но мне не засчитали, типа то, что я не по команде опустил. Я думаю, это как раз-таки самый такой ярый показатель, что я реально не засал. Я полтора месяца реально ничего не делал, не тренировался, только людей тренировал. У меня был вес уже там не 103, да как обычно, а 97, там еле-еле. То я был просто жирный и худой, скажем так, поэтому и 97. То есть не тренировался, вообще ничего не делал, просто мне очень сильно захотелось выступить. И я выступил, причем зная, что могу забраниться, но забранился и хрен с ним. То есть я как раз-таки не боюсь. В этом плане как раз-таки моя психология никогда не мешала в достижении чего-либо. Ну да, ребята, мы посоветуем, если что-то не получается, просто анализировать и ставить точки роста, находить слабые места, почему не получилось. Вот даже, к примеру, например, я ехал по встречке, меня цепанули гаючники, вопрос с ним решил, думал, тебе поехал дальше в ряду тащиться со всеми с 40 км часами, а я, ну, вы угадали. Они только отъехали, я буквально там проехал 500 метров, опять-таки через по встречке стал нас, соответственно, обменять его. Надеюсь, никто меня излишне посмотрит. Александр спрашивает, инсулин разве анаболический гормон, зачем же это колет? Инсулин, конечно, анаболический гормон, действительно выколет. Там очень четко выстраивается питание, подбирается под тот инсулин, который ты колешь по длине. То есть он есть ультракороткий, там короткий, средний и так далее. Применяется, да, только некоторые виды инсулинов, и там четко связывается с питанием. Не так все просто, как кажется на первый раз. Если вы просто будете его колоть и есть, как обычно, но наберете только жир и никакого анаболического эффекта, это в лучшем случае вы не получите, а в худшем случае вы получите гликемическую кому. И это может вам грозить, что вам, конечно, из комы вас могут и вытащить, но часть мозга уже может к этому времени атрофироваться. То есть типа для инсульта получишь? Типа того, да. Так что там инсульты, это кровоизлияние в мозг, а здесь получается просто мозг не питается кислородом, у него потихонечку от гипоксии клеточки-то отмирают. Чего ты ступеешь, это инсульты. Да, это все. Потребление углеводов влияет на спортивную ажентативность и баланс между тестроном и кортизолом. Это еще раз мы говорим о важности углеводов, но только важных, но только правильных углеводов. Как мы уже говорили, не переработанной муки там всяких, булочек, не шоколадок. Так как после тренировки у вас есть кортизол, его тоже можно понизить с помощью углеводов, но желательно не сладких. Конечно, белок вам тоже нужен после тренировки. Поэтому умеренно большое количество углеводов намного лучше для достижения спортивных результатов, чем огромное количество белка. Углеводы мы употребляем и перед тренировкой, и после тренировки, и умеренно вечером. Дальше. Факт потребления адекватного количества жира необходима для производства стерона. Действительно, если слишком сильно урезать жиры, вам просто нечего будет вырабатывать тестостерон. Поэтому вам необходим, жир его бояться не нужно, причем нужен насыщенный жир из высококачественного мяса, травяного от корма. Кушайте мясо. Ну, желательно не свинину, конечно, а другие виды мяса. У свиньи особый вид жира, не самый полезный. У свиньи много других минусов. Ну, а так иногда штушок, конечно, съесть можно. Ну, и те, кто хотят сбросить вес, у кого он лишний, делать это очень аккуратно, так как слишком сильное снижение калорий также ведет к потере уровня тестостерона. Здесь нельзя загонять слишком жесткие рамки. Все должно быть сделано по схеме, плавно и рассчитано по цифрам. Поэтому избегайте резких ограничений калорий. Помните о том, что чем больше ограничения калорий, чем значительные потери и тестостерона, и, естественно, и мышечной массы, и производительности веса тоже упадут. Что скажешь за сало? За сало. Иногда можно и сало поесть. Я с детства сало ненавижу, поэтому... Можно, а почему и нет. Естественно, что я могу сказать, что я ненавижу сало. Давайте уйдем от темы гормонов, то есть связка гормон только инсулин, если снижать... Не будем на этом останавливаться, это сейчас не тема этого семинара, так как мы говорим о том, как можно получить максимум без этого всего. По поводу гормона инсулина, очень-таки игрушки опасные, по незнанию можно навредить себе на всю жизнь и потом не восстановиться. Кратко побежимся после этого питания. Рекомендуется кушать 4-5 раз в день, это 3 основных приема пищи и 1 перекус, если тренируетесь, то 2 перекуса. Или, может быть, в день тренировки у вас еды чуть больше, а в день отдыха чуть меньше. Но я, например, и мои ученики, мы придерживаемся так не заморачиваться, и каждый день едим морочитый одинаковый колораж. Но бывает, что в день тренировки нет времени до поесть, выпиваешь, например, гейнер, а остальные приемы пищи тоже все съедаешь, поэтому лораж тоже увеличивается. Старайтесь не есть на ночь, для того, чтобы лучше спалось, лучше переваривалось, хотя и сейчас в процесс восстановления шли, чтобы у вас вся энергия шла не на пищеварение, само собой, а на процесс восстановления. Поэтому 2 часа хотя бы до сна кушайте, делайте промежуток. Соответственно, отсюда будет логично то, что обжираться творогом на ночь соответственно нелогично, потому что творог это у нас долго усваиваемая пища, все это знают, все, кто вообще ходит в зал, по-любому знают, что творог очень долго усваивается. Поэтому любит танцевать. Именно поэтому его рекомендуют, потому что типа теория такая, что типа творог это белок, и не важно, потому что там больше жиров, чем белка и всего тому подобного. И он постепенно расщепляется, и именно кислоты, которые высвобождаются при расщеплении, они гасят уровень кортизола. Да у тебя, блин, ты во время сна должен отдыхать, а ты ночью, то есть 6 часов, 7 часов, у тебя организм переваривает твой творог, который ты еще пожрал побольше, чтобы наверняка кортизол тебя там за ночь не убил. Поэтому это конечно же бредово делать таким образом. Ночью бывает просыпаешься, живот болит от голода. Это может быть язва, гастрит, немного другого. Тут надо смотреть как весь день. Если ты нормально кушаешь, то ночью такого не должно происходить. Еще по поводу творога дополню. Творог не содержит практически углеводов, но кроме гликемического индекса, который говорит о углеводах, и как они быстро попадают в кровь, есть так называемый инсулиноводок. Творог он огромный, и на творог выделяется очень много инсулина. Вот наелись вы на ночь творога, выделилась у вас тонна инсулина, и все ваши ночные гормоны, которые анаболические, тестостерон и гормоны роста выделяются, они начинают конкурировать с этим инсулином. Вы просыпаетесь с пониженным либидо, отекшим, опухшим и не очень бодрым. Стандартное распределение, да, бежим дальше. Стандартное распределение калорийности, это завтрак 25% от общей калорийности, перекус 10%, обед 35%, второй перекус 10% и ужин 20%. Для спортсменов высокой весовой категории, в которой большой калораж достаточно сложно это соблюдать, и поэтому можно есть равными частями, распределяя белки, жиры, форму на все приемы пищи, а углеводы практически одинаково, на ужин чуть поменьше. Ну и ситуация, когда вам нужно попасть в другую категорию, вы это планируете намного заранее, чтобы это все сделать плавно, не было стресса, и вы не теряли словоспоказатели мышечной массы, тогда на ужин мы убираем углеводы. Конечно же, исключение, если тебе гонять килограмма 2, максимум 3, при условии, что ты выступаешь в альтернативе. То есть 2-3 килограмма можно спокойно согнать очень быстро за сутки, то есть без какого-либо стресса для организма, и соответственно, в течение суток потом это с компенсацией наесть. То есть если тебе нужно согнать 3 килограмма, не нужно там в течение месяца все понижать, урезать и пытаться потихоньку похудеть, это стопудово скажется на результат. И такие мелкие сгонки, они должны быть быстрыми. Да, мы двигаемся дальше и таким образом распределение продуктов в течение дня. Завтрак в основном это сложные углеводы. В идеале это овсянка на воде и на молоке, так как молоко очень сильно повышает инсулиновый отклик на всего, что вы съедите на завтрак. В эту овсянку было бы здорово добавить орехов, семена льна и кунжут, они очень полезны. Также можно добавить сухофрукты. Творог можно съесть на завтрак, а как раз а не на ужин. Также в качестве источника белка можно съесть яйца, нежирный сыр, витамины тоже как правило принимаем на завтрак, а витамины на повышение тестостерона мы принимаем на ужин. Это омега-3, D, E, в общем-то такие антиоксиданты. Второй завтрак, если вы распределяете не по ровну, а к классической рекомендации, то это могут быть какие-то, например, орехи с фруктами, какой-нибудь батончик белково-углеводный. При равномерном распределении завтрак второй перекус и обед они в принципе одинаковые. Это какая-то трупа, овощной салат и мясное блюдо. Вечером при неравномерном распределении вы можете съесть там сырники, запеканку, творог. Мне больше нравится все-таки это мясо, рыба или птица с овощами. На ужин, как мы говорили, это животный белок, рыба, птица, мясо, плюс сложные углеводы и клетчатка, салат. Ну и если вам необходимо сбрасывать весь вес, то сложные углеводы мы на ночь не едим. Как согнать вес? Ну для этого необходимо рассчитать сначала, сколько вам необходимо в принципе... Это Дима, строки. мы тебе в группе напишем. Сколько вам надо вообще в день съедать? Для этого нужно рассчитать вас суточный энергообмен. Быстро про него пробежимся, как об этом уже не раз говорили, делайте принт-скринт. В принципе, это умножаем для личины основной энергообмен и активный метаболизм. Или так его еще называют. Это все, что идет на трату пищеварения, энергию, ходьбу, тренировки и так далее. Итак, суточное энергопотребление первое, вычисляем основной метаболизм по формуле Харриса-Бенедикта, формула представлена для мужчин и женщин, делайте принт-скринт. После того, как посчитали ее, важно, что учитываем вес идеальный, то есть, если, например, человек весит 150 килограмм и у него из этой статки 75% жира, мы не можем в формуле учитывать 150 килограмм. Поэтому есть индекс, на который умножаем ваш истинный вес, чтобы получить идеальный вес. Вот картиночка, где примерно можно... Картиночка у нас здесь нет, она у нас была в другом месте. Как определить процент жира, да, или в интернете по картиночке найти процент жира и как это выглядит. Но лучше всего, конечно, это биоэмпетация или калиперометрия. Да. Активный метаболизм для упрощения считаем по коэффициенту. Тут опять сделайте принт-скринт в зависимости от числа тренировок в неделю и их продолжительности. И, в принципе, вот вы получили на примере, давайте рассмотрим мужчина 24 года, вес 80, рост 180, посчитали первую составляющую базальный метаболизм в тысячу сотки килокалорий. При его жизненном, так сказать, цикле и тренировках активный метаболизм коэффициент 1,55 умножили и получили там 2,900, почти 3,000 килокалорий. Но вот сколько надо ему есть. Также вы можете посчитать себе. Дальше мы переходим к расчету белков, жиров и углеводов. Делайте принт-скринт, здесь представлены разбеги, допуски по белкам, жирам и углеводам. Обращу внимание, что белки на самой верхней границе завышать не нужно. Выбирайте среднюю, слишком много белка тоже не есть хорошо. Жиры, если у вас только силовые тренировки, то они могут доходить до 1,5 грамм, 1,5 грамм массы вашего тела. Если вы снижаете жировой компонент, делайте плавно, постепенно, постепенно, каждую неделю уменьшаете калораж на 100 за счет углеводов и жиров, жиры вы тоже можете уменьшать, так, чтобы не статься совсем без углеводов, но меньше 0,6 грамм на программ вес ни в коем случае нельзя оставлять вам жиров. Все эти формулы, расчеты, они среднестатистические, поэтому необходимо, после того, как вы посчитали, сначала по расчетных цифрах посидеть несколько недель, посмотреть, последить за счет калипрометрии, биомпетанса, что с вами происходит. Но если вам необходимо набирать, то от этого расчетного повышать постепенно тоже по стойке локалорий, если необходимо скидывать, тоже постепенно понирать по стойке локалорий в неделю. Достигнув сплату в любой ситуации, не нужно расстраиваться, нормально организм к этому приспосабливается, к изменению калоражу за счет разных механизмов. Надо просто циклировать. Даже если вы худеете, ничего страшного, вы встали на плату, немножко поднимите сверху калоража на некоторое время, потом обратно уходите вниз. Но все это делать надо плавно. То есть как из низкого снижения калоража уходить надо плавно, иначе с того, что у вас 50 калорий очень сильно выросла чувствительность к инсулину, при резком повышении вы наберете еще больше. Вот. Поэтому плавность залог успеха, о чем я уже говорил, и вот еще раз здесь на этом слайде повторяем. Повторяемся. Проциклирование и плавность перехода. Что делать, если... Что? Да? Рассказываем дальше. Не идем тогда дальше. Если не так четко видно, это не так страшно, главное, чтобы было слышно, а в принципе не должно у вас хорошо получаться. Напоминаю все вопросы в шестерпадку. Вопросы. Про питание двигаемся дальше. Идем к безопасности. Расскажем некоторые вещи из безопасности, например, на что можно обратить внимание. Новые слайды я вам добавил в эту презентацию. Боли в колене могут возникать по очень многим причинам. Разберем одну из причин. Это опущение медиального свода стопы. Ну, или так сказать, в простонародье плоскостопия. Держит нашу стопу, держит задняя большеберцовая мышца. Вот на картинке она нарисована, где она проходит, где она крепится, еще бывает сводит вот в стопе в середине, как раз ее место крепления сводит. Из-за опущения этого свода она всегда происходит вместе с атоничностью этой большеберцовой мышцы. Она не просто держит стопу, она еще держит наши реберцовые кости. и поэтому происходит нестабильность и начинает болеть колено. А все из-за того, что вовремя не уследили и образовалась плоскостопие. Что же делать? Что же делать? Вот пишите. Как твоим соседям скажу. Ох. Не старай пизделей за перфоратором. Вечером. От боли в колени я стал чемпиеком. Но можно же посмотреть, в чем причина этой боли в колени. И поработать ну и значит удачи в жиме. Но опять же можно сказать, если очень хочется. Если ты в жим бы не пошел, не было бы МСМК по жиму. Так что здесь все свои плюсы. Итак, ваша задача восстановить мышечную нормативность и укрепить медиальный свод. Для этого нужно первое убрать перенапряжение участка задней большеберцовой мышцы. Она находится под текрой. Для нее сложно добраться. Вот на картинке представлено как между икрой и большеберцовой костью мы проникаем и находим триггерные точки плавно проминаем их. Остановлюсь кратко на проработке триггерных точек. Не нужно достигать большой боли. Все должно быть аккуратно. Иначе вы вызовете еще больший спазм. размяли эту мышцу переходим к статической нагрузке. Это происходит как вы колени 90 градусов стопы стоят на полу голеностоп 90 градусов и вы в статике давите пытаетесь так вовнутрь свести стопы на друга и у вас напрягается так как она отвечает так же заработать. Как еще нужно на стартовое положение занять? Вот 90 градусов могу тебе здесь показать. Я вот так давно сидеть обязательно на чем-то. Просто на картинке мы не совсем удачную картинку но нашел красивый маникюр. я написал что 90 градусов и пытаемся стопы вот так вращать внутрь и при этом мы потихонечку потихонечку начинаем привыкать к работе этой мышцы ее восстанавливать. После того как мы поработали в статике мышцы немножко окрепло мы переходим в динамике вот здесь картинка более лучше делаем движение стопой внутрь колено фиксируем и выполняем до умеренного утомления мышц не перенапрягаем следующий этап как делали это некоторое время несколько недель мышца уже укрепилась переходим к более тяжелой задачи следующая возможность динамической нагрузки можно встать на край стопы бордюра двух дисков и поднимать вот так стопом получается на внешний край вставать но сразу упражнение делать не нужно так как мышца если ослабленная вы можете ее травмировать следующее вопрос безопасности если например давайте рассмотрим асимметрию выполнения движения как показано на картинке очень много причин ее бывает рассмотрим некоторые такая причина практически у каждого пауэрлифтера 99% сколько у кого-то больше или меньше степен да но есть минимальная степень когда можно обращать внимания просто больше степени вот об этом мы поговорим если вам хочется при поседании сместиться на одну ногу то у тела есть какие-то причины например одна из них одна нога может быть функционально короче другой то есть при дисфункциях таза и крестца такое возможно тазовые кости могут находиться в асимметричном положении ну и соответственно возникает функциональное неравенство нижних конечностей в таком случае нога которая короче будет являться опорной на нее будет приходиться больше нагрузки при приседании вот на картинке видно то есть по факту ноги-то одинаковой длины но из того что мышцы в разном тонусе находятся вы видите одна длина получается короче таз перекошен то есть если мы человека вытянем ноги-то будут одинаковые это есть функциональное укорочение а истинное укорочение когда они у вас сжат природы разной длины вот это истинное укорочение под пятником под как сказать обувь на заказ скажем так но опять же не всегда не всегда в случае короткой голени в случае короткого бедра мы только лишь усилим нагрузку на колено сусат в случае короткого бедра тут уже не вариант тут уже не вариант сложно чтобы что-то либо сделать такое полезное другой пример асимметричный тонус мышц тазового региона или мышц живота обычно эти проблемы идут рука об руку для многих актуально иметь привычку сидеть подолго асимметричной позе например кассиры в пятерочке сидят всегда вот так руки сюда расположены или нога на ногу тоже бывает в привычной позе тоже не счет ничего хорошего и возникает укорочение одних мышц и растяжение других и опять на симметрию тут надеяться не стоит еще пример это возможно когда-то была травма и там перелом ушиб и тело при нагрузке как бы пережет ту травмированную часть и подстраивается так чтобы минимально ее нагрузить и тоже возникает асимметрия и бывает что у них причин встречаются сразу самое что в этом страшное что когда вы самостоятельно тренируетесь вы можете не увидеть эти перекосы и чем больше вы занимаетесь перекосами тем больше усиливается асимметрия и вы грубо говоря испытываете свой организм на прочность потому что он нагружается неравномерно и в конечном итоге это проведет к травме и боли в перегруженных регионах как в моем случае с коленом то есть как раз таки приседал все время с асимметрией то есть со смещением таза на правую сторону то есть на правую ногу садился больше чем налево потом раз колено заболело потом подлечил прошло потом два колена заболело и вот третий уже раз как-то так быстро подлечить не удалось вот поэтому мы рекомендуем заметив асимметрию надо изучить свой организм надо найти причину этой асимметрии попросить кого-то со стороны посмотреть и исправить ее сразу в движении если никак не получается вам кажется что вы все делаете ровно со стороны дикие перекосы то надо смотреть где слабое звено где есть нестабильность или наоборот слишком сильный тонус к сожалению не любую не каждую проблему такую дисфункцию можно самостоятельно диагностировать и исправить поэтому если вы посещаете остеопата там мунального терапевта сообщите им об этом у него это получится намного быстрее и помните что после любой коррекции нужно отрабатывать технику то есть вы можете сходить к остеопату он вам все мышцы вкручивает все будет идеально но у вас сложился паттерн движения определенный поэтому нужно снизить веса и откорректировать технику до того чтобы она стала симметричной и уже потом возвращаться к подготовительным периодам и соревнованиям была тема давайте пробежимся про мышцы живота нужно ли делать пауэрлифтеру я так понимаю здесь многие уже это слышали поэтому сейчас скажут конечно нужно кратенько кратенько разберемся что мышцы живота это прямая мышца живота внутренняя наружная коса мышцы живота поперечная мышца живота они играют любая мышца с окончанием живота да живота пробежимся по их функциям делайте слайд если интересно все они скручивают в том или иной степени нас вперед по отдельности могут набок там или скручивать совсем латерально набок или как косая да но как правило все мышцы работают все вместе и в движении в обычных скручиваниях они в принципе всех включаются за исключением может быть у вас получается движение а поперечка может не работать то есть поперечка она отвечает за внутреннее давление и надо чтобы как-то втягивать живот так давайте я вернусь если может кому интересно чтобы сделали принтскрин этого слайда кто хочет да я пока что это всегда что я прибавил вот мы сейчас а не видно нифига вес да сколько ух ты да короче почти ну короче 108 я вешу сейчас в одежде было вот итак основные причины по которым стоит работать над мышцами пресса или живота называйте как вам первая защита позвоночника позвоночник поддерживает не только мышцы спины но и мышцы брюшного пресса если вы не тренируете мышцы живота а занимаетесь пауэрлифтингом то вам может грозить например гиперлордоз то есть переизгиб поясницы поясничного отдела и это будет приводить определенным болем и к травмам и грыжам может привести также для кемиа еще энергетиков немного а второе снятие мышц напрямую ночью когда мышцы живота работают находятся в норме тонусе то ночью у вас равномерное напряжение вокруг позвоночника и все мышцы потихонечку расслабляются и происходит наполнение фиброзных колец жидкостью водой так как происходит некоторая дегидрация пока мы днем активно двигаемся в обратном же случае если есть атоничная если мышцы живота атоничны то гипертонус ночью не уходит от поясницы от мышц спины и не происходит восстановление ваших межпуночных дисков улучшение спортивных показателей это тоже отвечает мышцы живота именно за счет стабилизации за счет этого вы делаете правильную технику в приседаниях в жиме улучшение состояния желудочно-кишечного тракта просто стимулируется кишечник и улучшается пищеварение вот видите четыре причины по которым стоит тренировать мышцы живота все ли упражнения полезны пробежимся поэтому это очень важный фактор потому что многие могут побежать и делать ошибки давайте посмотрим что вместе с мышцами живота у нас часто задействуются поддушно-поясничные мышцы мышцы живота у нас сближают поддушные кости с ребрами а поддушно-поясничные сближают сгибания в тазобедренном суставе да ну вот получается тоже как будто там похожее что-то но не совсем и можно работать отдельно друг от другого как пример подъем корпуса если вам полный подъем корпуса приходится держать ноги если вы держите ноги то как раз вы даете упор для поддушно-поясничной потому что она крепится к бедру и отлично это упражнение будет выполняться при атоничных мышцах живота вы еще больше будете тренировать поддушно-поясничные мышцы оно еще больше будет заваливать фастаж вперед еще больше усиливать гиперлордоз в пояснице и приближать к вас к травме поэтому скручивайтесь не фиксируя ноги скручивайтесь в пояснице поднимая ноги в упоре как любят, да, там тренажер, там пресс-брусья, поднимать ноги, мы должны делать не подъемы ног относительно таза, а подкручивать таз относительно корпуса, то есть скручиваться в пояснице. Восстановление. Очень тоже важно. Прибежимся по восстановлению. На самом деле восстановление, это питание правильно тоже относится к восстановлению, сон относится к восстановлению, но мы возьмем такую узкую часть в сегодняшнем мастер-классе, это восстановление для того, чтобы предупредить асимметрию и предупредить травмы. Сюда входят какие приемы, это растяжка, миофициальный релиз и корректирующие упражнения. С чем ли нас хорошо видно, слышно и интересно ли про восстановление, или можно перелеснуть и пойти дальше. Также можно отнести и к безопасности, к тому же, что это сделано. Ну, согласен. С профилактики травм. У нас, в принципе, напрямую восстановление так же и от... То есть, если ты, соответственно, перепахал, недовосстановился, то так же ты повышаешь счет этого риска получить травму. Опять же, если у тебя мышечная усталость, ломается техника, ломается техника, то есть техника ломается в сторону как раз-таки более травмоопасной техники. И, конечно же, то есть, опять же, любое утомление, то есть, опять же, те же фасции всегда приводят к растяжениям, надрывам. Ну, блин, спазм это еще самое меньшее, чем можно себе навредить. Вот. И, соответственно, когда частичные надрывы и уже отрывы, вот это уже самое флопа начинается. Поэтому очень важно следить за восстановлением. То есть, к чему мы это? Все вот эти примеры, о которых мы будем рассказывать, инструменты, они, конечно, работают. Но при этом, если вот из нашей формулы у вас выпадает там правильное дозирование нагрузки, и вы все время перепахиваете, то эти инструменты вас, скажем так, отдалят от травмы, немножко помогут вам, но все же, не соблюдая дозирование нагрузки, они вас не спасут. Ни фарма не спасет, ни это не спасет, ничего не спасет. Важно соблюдать все восемь параметров нашей формулы успеха. Итак, идем дальше. Стрейчинг, растяжка. Это несомненная польза. Упражнение на растяжку, ну, во-первых, снижает напряжение в мышцах и облегчает болезненные ощущения после высоконагруженной тренировки. И, следовательно, уменьшается риск получения травмы. Растяжка увеличивает диапазон движения суставов. Например, если вы в тяге, всему не можете правильно подвести таз из-за того, что вам не хватает анклюда в суставах, здесь растяжка вам также необходима. Стрейчинг поднимает порог выносливости, способствует росту как силовых показателей, так и мышечной силы. И эффективен для любых видов физической активности. Бездолжные растяжки становятся невозможно прогрессировать при наборе мышечной массы. Для лифтеров многих это важно. Набрать эту массу, как для меня было важно, когда рост 1,89 метра, а масса 65. Понятно, что эффективно выступать с такими пропорциями не получается. Вот не хватает гибкости. Это гибкость большой грудной мышцы в первую очередь. Большая грудная не дает. Бывают еще большие мышечные объемы. То есть, например, большое плечо плюс большой бицепс. Также не будет позволять, например, взяться хуже, чем хотелось бы. Точнее, насколько узко, насколько хочется. Дальше идем. Растяжка способствует ментальному расслаблению. Дает ощущение такой легкости в теле. То, что если после тренировки вы хотите разгрузиться эмоционально или в отдельный день. Ментальное расслабление тоже важно для вашего восстановления. На легкость придет не сразу. На легкость придет не сразу. Растяжку нужно полюбить, а чтобы ее полюбить, нужно просто делать. Улучшается питание тканей мышц и суставов. И в какой-то степени корректирует осанку. Не то, чтобы совсем корректирует, а участвует. Это один из компонентов для коррекции осанки. Вот зачем нужна растяжка вам. Неофасциальный релиз. Что такое фасция вообще? Это такая седительная ткань. Когда вы мясо здесь разделывали, к цирку пленочка. Эта пленка при близком рассмотрении через микроскоп состоит из разных слоев под разными углами друг к другу. Также эта пленочка, она как единый организм в нашем теле. То есть в местах прикрепления мышц от сухожилия к сухожилию фасция образует такую единую сеть. Образуются неофициальные фасции, которые полностью целиком обволакивают, как кожа. Да, это такой организм. И ситуация в том, что фасция реагирует на вашу нагрузку, перегрузку, на ваше движение. И подстраивается, укрепляясь в каких-то местах, образуясь связки. С одной стороны, это вам в чем-то может и помогает. А с другой стороны, это рано или поздно приводит это укорочение и к мышечному спазму. И к дисбалансу в организме. И связки. Спайки. Спайки. Говорился, да. Образуются спайки. И эти спайки могут стать болезненными и, в принципе, нарушить баланс работы всей фасции. Поэтому необходимо их держать всегда в нормальном, здоровом состоянии. Ибо гипертонус в одном месте, по цепочке где-то передает гипертонус в другое место. А с другой стороны, функциональность цепи, где-то ее ослабевает. Подробнее о растяжке и правильных упражнениях. Подробнее тут на самом каждом пункте можно рассказать. На самом деле, там у нас есть модуль по растяжке. Это фильм на сколько там? 30, наверное. И там все показывается. Кратко могу дополнить про растяжку, что первое. Время выполнения упражнений. Там от 60 секунд и больше. При работе больше двух минут, это уже профессиональная растяжка приводит к микротраммам, физическому удлинению. Не только привыканию рецепторов. Когда там кто-то идет, там действительно удлинение. И если делать ее такую профессиональную, она делается не каждый день. Так как микротрамма, иначе у вас накопится. Не должно быть слишком сильной боли, так как это приводит к обратному спазму. И правильные упражнения строятся просто по законному анатомии. Мы смотрим мышцу, куда она идет, как она сокращает, и работаем на ее растяжение. Главное правильно занять положение сустава, безопасное. В двух словах, наверное, тут больше ничего не скажешь. Итак, для того, чтобы не было спаек и всех остальных проблем с фасциями, и нарушения этих анатомических поездов по фасциям, фасции нужно массировать, чтобы эти рычаги разбивать напряжение. Уменьшать их жесткость, и не давать фасциям склеиваться, о чем мы уже говорили. Для этого и нужен миофасциальный релиз. Гибкие подвижные фасции – это залог хорошей осанки, быстрого восстановления после нагрузки, ну и медленного износа организма. Для спортсмена миофасциальный релиз может стать залогом более быстрого восстановления. Это раз. Но и после сильных тяжелых компенсивных тренировок – это профилактика травм, вызванных перегрузкой. А по поводу осанки, любая осанка – это какой-то ненормотонус мышечный. Как мы уже говорили, фасции подстраиваются. Поэтому одной растяжкой, когда мы работаем со странией осанки, тут не обойтись, так как нам нужно сначала привести фасции в порядок, а уже потом тянуться, а уже потом делать корректирующие упражнения на укрепление тех мышц, которые не работают, и расслабление, которые находятся в гипертонусе. Переходим к следующей, это корректирующие упражнения. Для соревнующегося спортсмена правильно работают в всех систем. Это необходимые условия победы, о чем мы уже говорили. Только симметричный, грамотно развитый организм способен развить максимальное усилие, максимальную скорость, максимальную ловкость. В пауэрлистинге ловкость не нужна, но сила нам необходима. Никто, я думаю, с нами не поспорит. Когда ты тянешь на кривом помосте, тут нужна и ловкость. Существует ловкость, да. И даже небольшого нарушения подвижности того или иного сустава достаточно, чтобы значительно снизить мощность движения. Как мы уже говорили, суставы в теле связаны. И для удобства сфиксированы на те, которые необходимы подвижность и те, которым необходима стабильность. Например, ну как правило, да. Бывает, что у одного человека этому суставу нужна мобильность, а у другого стабильность. А бывает того и того не хватает. Но вот, например, лодыжка чаще всего нуждается в подвижности, а колено чаще всего нуждается в стабильности. При этом, как мы говорили ранее, бывает, что проблема с голеностопом, вернее, связанная с мышцей голени, что там нужна нам стабильность. Поэтому ситуации бывают разные, и каждый организм уникален. Нет таких универсальных советов. Тут надо делать так, и все будет хорошо. Есть универсальная схема, алгоритм, по которому вы под каждую проблему подбираете набор упражнений. Давайте разберем эти корректирующие упражнения. Первый тип корректирующих упражнений – это на подвижность. Упражнение на подвижность необходимое в увеличении диапазона движения составов и гибкости суставной мускулатуры. Это упражнение как раз миофасциальный релиз и растяжка. Второй тип – это упражнение на стабильность. Они предназначены для нормального положения вращения скольжения в каждом суставе. Когда сустав стабилен, главные движители сустава способны произвести максимальную силу и мощность во время приседания оверхэд. Почему здесь написано? А потому что мы тестируемся на этом сложном упражнении. Поэтому все идет от него. Но об этом мы рассказывали... Сейчас разом протестировать. Сейчас мобильность сердцем плечевого пояса, ногу... В принципе, всего, да. И в этом сложном движении больше всего видно все асимметрии. То есть, когда вы представляете о штанге на плечах, асимметрия в тазу, как у вас выращивается таз, колени идут. Она может не так проявляться, а в оверхэде намного сложнее будет. Для того, чтобы вам было проще себя протестировать и посмотреть, у вас как раз будет чек-лист, кто еще его не получал. Там подробно написано, как себя можно протестировать и выявить у себя отклонение. Ну и третий тип упражнений – это такое нервно-мышечное переобучение. О чем я уже говорил, что мало того, что мы скорректировали мышечный баланс, дальше необходимо правильный паттерн движения выучить. Это упражнение выполняется в основном с резинкой и помогает включить ранее неработающие мышцы в работу. После того, как вы провели эти корректирующие процедуры, необходимо уже переходить к вашим базовым упражнениям, но постепенно и отслеживая вашу симметрию. В принципе, следить за ней надо периодически, так как может что угодно случиться, отчего может возникнуть перекос, которого много-много лет вдруг не было. Поэтому берегите себя, будьте к себе внимательнее, осознанно тренируйтесь, следите за своей техникой не только глазами друга, но и самостоятельно, ставя телефон, периодически снимая подходы. И так мы кратко-кратко-кратко пробежались по формуле секретного успеха. Да, то есть это еще раз напоминаем, цель, тренировки, генетика, техника, психология, питание, безопасность и восстановление, которые придут вас в итоге к результату. Скажите, пожалуйста, не роста к результату, а помогут вам максимально раскрыть свой потенциал. Здравствуйте, если тянуть в лямках, ослаблит ли хват? Если тянуть все время в лямках, то, конечно же, как и при любом отсутствии какой-то либо деятельности, то есть наступает трофея, например. Поэтому при тяге в лямках, особенно люди, которые тянут в лямках, любят 100 оборотов вокруг штанги сделать, насколько длины лямки хватает, чтобы вообще никак не напрягаться. Со временем, да, то есть хват будет ослабевать, поэтому если ты будешь хотя бы на разминке использовать просто однохват элементарно, то есть не обязательно даже разнохват, если тебя не разнохват тянуть в однохвате, до того веса, на котором у тебя еще руки держат, то есть у тебя хват уже ослабевать не будет, потому что есть только понятие, как мышечный тонус. Поэтому сила хвата ослабевать не будет. И опять же можно делать легкие подходы, например, в конце тренировки, то есть в тяге именно своим хватом без лямок. То есть ты основную работу сделал в лямках, а потом в конце поработал без лямок. Как правило, это лучше делать уже ближе к старту, где-то за месяц до соревнований. Далее также вопрос, целесообразно ли использовать пленты не для проработки фазы до тяга, а с целью привыкания к новым весам. Ну, короче, ты здесь вообще нигде не угадал, потому что пленты до тяг никогда не увеличивают, это раз. А во-вторых, ну к весам ты нифига не привыкнешь. Тогда есть такая логика, что, блин, не знаю, там в руках штангу подержать на жиме, привыкать к весам. Не нужно привыкать к весам, по сути дела. Особенно в тяге, что там привыкать. А есть ли вообще смысл тянуть? Дальше продолжение вопроса сплинтов. Я тягу сплинтов сейчас рекомендую только тем людям, у кого нехватка гибкости. То есть, соответственно, либо человек тянет в классике, не может за месяц стартового положения с сохранением нейтрального положения позвоночника, то есть когда спина ровная. Либо не может принять оптимальные углы в тяге, например, в сумму. Тоже так, что вообще не хватает гибкости. Тогда подкладываются пленты, соответственно, амплитуда суставов уменьшается. И та гибкость, которая необходима, то есть ее уже на тот момент не требуется. Какое-то время, соответственно, тянуть сплинтов и растягиваться. И по мере, соответственно, улучшения растяжки, вот сту плентов понижать. То есть, пока ты не растянешь до той степени, то есть пока не сможешь тянуть с помостом так, как надо. Почему я так понял, эти вопросы уже накопились еще до начала, да? Да, мы же там посмотрели некоторые. Да, нормально. Про фитиного кислоту будешь отвечать? Я думаю, нет смысла, потому что вы лезете вообще даже там, где из серии, типа, какую лучше твердому маку использовать. Я так понимаю, есть какая-то пугалка, чем концентрация фитиного фосфора там опасна в продуктах. Это та же, как раньше помнишь, этот глютен, опасен, опасен, потом прочих. Глютен действительно опасен для целых двух или трех процентов населения, у кого проблемы по поводу усваиваемости, там, реакции на глютен, до 2 или 3 процента населения. Зато как раздута тема антиглютеновых продуктов, они все стоят дороже. Вот, поэтому по поводу вот этой ситуации, очередной пугалки и глобализации от этих нюансов, если бы это что-то было такое страшное и вредное, мы бы уже не выжили. Юрий, по поводу экипировки, какой выбирать размер и как правильно надевать? Ну, блин, тут целый модуль этому посвящен. И это надо показывать, а не рассказывать на самом деле. Вот, поэтому, какой выбирать размер? Тут тоже надо мерить по факту. У нас, как правило, экипировка какая налезла, да, максимально, если та, что именно не налезла, та не подошла, а все, что налезло, то подошло. Давай, отвечу на предыдущий вопрос. Тут же он, в принципе, не страшно, страшно, не страшно. А правда ли вы мысль, что сфетиновой кислотой есть продукт? Да, она есть продукт. Да, в разных по-разному. И что? Тоже вопрос не совсем полный. Так, на локотнике годная вещь для профилактики боли в суставах. Ну, стабилизация определенная дает и какую-то часть. Ну, в общем, там стабилизация дает. Но она, получается, согреет за счет повышения температуры, да, соответственно, в суставе. То есть, на реальной жидкости лучше выделяется. Потому что она среагирует на тепло. Опять же... Блин, если у тебя какая-нибудь компенсация возникнет, да, которая, например, также даст, например, что-нибудь в локоть. То есть, ну... Короче, она тебя не спасет... Во всех ситуациях не спасет, как профилактика. То есть, она не сработает. То есть, не во всех ситуациях на локотник тебя спасет. Вот. Если, например, ты приседаешь на коленниках, приседаешь на одну ногу, ну и, блядь, потом все равно у тебя правое колено, да, там, или левое отстегнется. Не странно, то, что там бентак приседал, или на коленниках. То есть, если есть какая-то уже патология, вот, правильно, какой-то дисбаланс. Дисбаланс, например, какого-то мышечного никак на локотник или на коленник не спасет. Вот. Так. Важно ли делать дожимы? В какой период подготовки к соревнованиям их делать? Как раз-таки, когда я говорил про объем и силовой цикл, да, то есть, когда в диапазоне 4-6 повторений мы работаем, вот, в этот момент лучше вообще включать все подсобки. И дожимы тоже, как бы, дожимы дожимом рознь. То есть, есть, там, если, например, брать какие-нибудь, ну, то есть, с плентов, да, с досок, с брусков. Вот, то есть, брусков тоже бывают маленькие и высокие, в зависимости от того, там, на какой фазе ты работаешь. Короче, смысл есть. Вот, работа и, в первую очередь, это смысл для экипировочников. Вот. Для безэкипировочников, там, досточка, она будет буквально вообще небольшая. Вот. Такие наколенники выбрать. Тут, в зависимости, блин, СБД хороший, турбина хорошая. Тут, в зависимости от того, где ты выступаешь. Если в Айпер, то у тебя, кроме наколенников, ты там, и, получается, СБД у тебя выбора, в принципе, нет. СБД у Титана, я думаю, выигрывает по удаче не будет. Вот. Как лучше качать пресс в скручивании? Ты уже это рассказал, в принципе. Тут вопрос, полная амплитуда или нет. Опять же, если делать без рывка, и вы действительно это можете делать без рывка, скручиваясь к каждому позвонок, запусковую меленькую. Там, она амплитуда, она такая, она там, так, у меня амплитуда получается. Вот. Можно сделать полную амплитуду, там, да, там включится в любом случае позвоночная поясничная мышца, но, в принципе, в этом ничего страшного нет, если у вас идет правильное включение. Вот. Но если вы делаете это медленно, оно идет правильное. Вопрос, для чего вам эта полная амплитуда? В последней фазе уже, когда превращается таз, движения уже в пояснице нет, и пресс просто в статике работает. Да, само по себе движение, создающее прямую мышцу живота, то есть она не амплитудная сама по себе. То есть взять, например, бицепс, который работает очень оттуда. То есть почти что на 180 градусов, да, он работает. Вот, то если брать, например, мышцы пресса, там амплитуда движения прям до нихрена. В принципе, она огромной амплитудой не нужна, и также прессу важна статика. Даже, наверное, важнее всего. А она с этой целью вообще, как быть, у нас мышцы есть. У нее вся работа статическая. Поэтому гнаться за мега амплитудой смысла нет. Да. Далее, Юрий, для эффективного режима следует ли добиваться, чтобы локти в нижней точке не были ниже горизонтальной плоскости лавки? Не знаю, чтобы локти в нижней точке... Ну, а за счет чего этого можно добиться? Опять же, если выключить герми, все равно уйдет. Ну, то есть этого можно добиться. Вообще лучше, чтобы выше еще было. Потому что как раз-таки умертая точка в жиме, в безэкипировочном жиме, она как раз-таки и возникает в этом положении. Когда крутящий момент на плечевой сустав, он максимален. Вот, поэтому вот в этом месте как раз-таки штанга застревает. То есть, если ты, например, жмешь... Вот, то есть ты, соответственно, с хорошим мостом, да, и у тебя нижняя точка вот именно на горизонтали, то у тебя штанга чуть-чуть вверх там проскочет на несколько сантиметров и встанет. Если опускается штанга ниже, то она, соответственно, выше проскочит. То есть она примерно плюс-минус на этом уровне истопорнется. Вот, поэтому, конечно же, в идеале лучше добиваться, когда штанга у тебя будет еще выше находиться. Вот, то есть не штанга, соответственно, а проекция локтевого сустава по отношению к плечевому суставу. Тут главное следить за положением локтей и высота моста также. То есть очень напрямую влияет на результативное движение лежа. Чем выше мост, то есть чем выше грудная клетка у нас по отношению к горизонтально-плоскости находятся, тем более эффективно включение грудной мышцы. Опять остальное беспокоит. Господи, Юрий, по поводу семинара, ответь в ВК мне, остался Дмитрий. Да, я помню, Дмитрий, ты мне писал. Я не ответил, потому что пока что этот вопрос поднимает до моего отъезда на US Open. Короче, как только я с US Open вернусь, мы этот вопрос обсудим. Далее. Насколько важно становить тяги с ума, держать спину вертикально? Вертикально спину держать в тяге с ума не нужно. То есть она в любом случае должна быть наклонена. И самый выгодный наклон – это градусов 60, это горизонтальная плоскость, считать. Далее, 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 далее. Какой вопрос. Должны ли локти прижимы лежа в нижней фазе немного уходить за проекцию грифа вперед? Да. Да, да, да. То есть самая крайняя, получается, точка, да, соответственно, проекция, когда должна быть, ну, то есть самое приемлемое – это под, то есть наиболее, то есть, как бы сказать бы, ну, в самой худшей степени – это когда должен быть локоть под запястьем, вот. В идеале, когда этот локоть должен быть чуть-чуть впереди, то есть вот прям чуть-чуть, тогда, соответственно, мы акцентируем, опять же, на направлении, то есть жима, да, соответственно, на направлении прохождения снаряда. То есть когда у нас локоть чуть-чуть впереди, соответственно, мы жмем чуть-чуть по направлению к голове, то есть мы акцентируем это движение. Поэтому, да, то есть чуть-чуть вперед – это хорошо, когда локоть… Далее, скажите… Ага. Как близко нужно подводить таз к штанге, при становой тяги, стилеусома, как обводить вообще положение таза. Вот я как раз уже сказал по наклону корпуса. Вот, то есть, главное, чтобы наклон корпуса в первую очередь не был ниже 45 градусов. То есть, меньше 45 градусов, опять же, меряем по горизонтальной плоскости. Вот, горизонта и тут, блин, на самом деле все индивидуально. Вот, и, соответственно, при этом нужно иметь в виду, что не должен быть сильный патет. Вот, то есть, азобедренный сустав должен быть при любом раскладе выше коленного, при стартовом положении. Потому что некоторые, получается, гонятся за положением корпуса, забывая как раз-таки об уровне суставов, подключаем друг к другу. И как только, например, ты либо уходишь в параллель, либо садишься ниже, все, у тебя сразу же вся изменитость уходит. Ты что так сделаешь? Сейчас, чтобы оно что-нибудь бы вставляло. Так, вот следующий вопрос. Скажите, насколько эффективна программа, по которой тягу делают циклами на два месяца подготовки к соревнованиям? Это что за программа? Или ее должны делать целый год? Тягу делают циклами за два месяца до подготовки к соревнованиям. Если ее нужно делать круглый год? И сколько тренировок по тяге должно быть в месяц? Господи, норм. Я уже не МС, РФ. А если МС, не РФ? Короче, количество тяг в месяц, количество тяг в неделю. Ну, одна тяга в неделю точно должна быть, как минимум. Вот. И в некоторых случаях даже как максимум. Далее. То есть, делаем тягу круглый год. Отвечаем на вопрос, и в среднем тяга одна в неделю. Да, ну, то есть, делаем эту тягу круглый год. Соответственно, когда у тебя подготовка, то есть круглую подготовку ты делаешь тягу. В любом случае, если ты отдыхаешь, то ты отдыхаешь вообще от всего. Вот. Как бы так. И два месяца для подготовки, на самом деле, для идеальной подготовки, это маловато. То есть, если ты все это время тренировался, да, и начал где-то за два месяца до соревнований как-то, ну, уходить на веса, то это еще нормально. А если, например, вообще с полного отдыха начал готовиться, то два месяца это мало. Так, слышал, что в штангетках нельзя тянуть. Мне в них тянуть вполне комфортно. Все-таки имеет смысл поменять обувь. Веса у меня, правда, не сильно большие, в пределах 120. Ну, поэтому и комфортно. Конечно, лучше поменять обувь. Вот. Потому что потом начнутся проблемы со стабилизацией. Еще в пластике еще как-то более-менее тянется. В сумму тянуть в штангетках это полная жопа. Вот. Потому что тебя и так в сумму, как правило, бросают вперед. А каблук еще больше этот нюанс акцентирует. Вот. Поэтому должна быть подошва толстая и тонкая. Присед без бинтов. И медленные бедра, и короткий голень. Корпус тоже короткий. Если приседает грифом на стилопаток, он похож на good morning. Все верно. А если гриф на трапециях, все отлично. Корпус прямой на 20 килограмм меньше приседая. Лучше на трапеции класть. Спасибо. Да, лучше класть штангу на трапеции. Потом постепенно к квадре привыкнут. И все нормально будет. Вот. То, о чем мы говорили, надо сделать шаг на трапеции. Да, я уже говорил о том, что как раз таки про эту особенность. Когда говорил про технику, есть нюансы. Это как раз таки с техникой по короткой голени. Я как раз таки говорю. Потому что нужно бояться заняться колена за проекцию стопы. И, соответственно, кладем штангу на трапецию. Вот. Следующий вопрос. Как увлечь режим? Охрененный вопрос. Сейчас мы этот, ну. У нас как раз есть пару дней для этого. Мы сейчас это расскажем. Пройти онлайн бурс, строг, бай, бай, строг. Там вся эта информация подробно расписана. Там не надо... Блин, это надо пробовать. Это практика должна быть так же. Это не просто, мы можем сказать. Какие-то действия также должны идти... От нас туда. Куда. Ну, вот, там пизжу. Правда говорю. То есть, я неправильно сказал. Надо записаться. Начать проходить. Вовремя сдавать домашние задания. Соблюдать корректировки рекомендуемые. И так увеличится режим. Женька, скажи, пожалуйста, про подсобку в тяге приседа. Я могу рассказать про подсобку, какие они есть. Вот. Нужно так же понимать, где неприменимы, для чего не нужно никогда их применять. Вот опять же, это вопрос... Ну, то есть, не одна-двух минуты. А вот этот вопрос мы пропустили. Что делать, если забивается поясница на приседе и на тяге? Не округлять ее. Бывает такая ситуация, мы об этом тоже разбирали. Из-за гиперлабдоза. Да, из-за гиперлабдоза. Может быть, нерабочей мышц, нерабочей мышц живота, из-за гипертонуса воздушно-поясничной мышцы, она крепится там же ощущение, когда она спазмирована. Да, она тянет на себя, и поэтому кажется, что как будто поясница забивается. То есть, что делать? Посмотреть за осанкой, за норматонусом всех мышц кора и откорректировать их работу. Так. Какой предел? 500. Нет никакого предела. Пока что у меня хотя бы 461 потянуть, и все. Я даже про 500 даже не думаю вообще. Так. Каким образом ты определяешь интенсивность тяжелой тренировки и какой максимальный процент тренировочного веса до цикла выхода на пик? Максимальный вес будет зависеть от подготовки. То есть, как у меня все будет идти. Секундочку. Далее. Как определяем интенсивность тяжелой тренировки по самочувству предъявляю. Вот. То есть, начиная с небольших весов и потихоньку-потихоньку иду в горку. То есть, я об этом уже сколько мастер-класс назад говорил. Вот. То есть, при выходе на пик так же не угадаешь. То есть, только на протяжении самой подготовки можно будет понять, на какие высоты выйдешь. Вот. Так же все это практическим путем определяется. То есть, так не угадать. То есть, можно, конечно, поставить себе цели, плавно к ней идти, да, то есть, шагая. Вот. И тренировки в тренировке. Вот. Но так в идеале, то есть, это не угадать. Юрий, как лучше всего прогрессировать в жиме? Жим стоит на месте. Блин, господи, опять тот же самый вопрос. Это очень долгий вопрос. Вот. Тут еще и технику надо перелопатить. Вот ко мне, блин, парень приходил, там и с техникой были проблемы. Плюс подсказал, как тренироваться. И он хорошо спрогрессировал. Там буквально, там, за месяц, наверное, полтора. Вот. Килограмм 15 прибавил в жиме. Так. Очень люблю похотиться, но вот как понять, когда перетенировался, когда не доработал. Почему сразу, с крайности к крайности, перетенировался или не доработал? А когда нормально тренируешься, надо понимать. Когда будет перетенироваться, поверь, ты поймешь сам. Когда не доработал, Да, в принципе, если составить тренировочный план согласно всем рекомендациям, ты будешь в средних рамках, а, по идее, не будешь. Чтобы перетенироваться, по идее, ты должен преодолевать себя на каждой тренировке. Да, то есть нельзя прийти, надо из-за одной тренировки перетренироваться. Вот. То есть это такой процесс накопительный. Процесс накопительный. То есть это в первую очередь сначала встают веса, настает легкое утомление. Сначала физическое утомление, а потом начинает ЦНС из-за этого страдать. Вот когда уже начинает, ну, когда от последней фазы летит ЦНС, вот, то ты понимаешь, что все, пиздец, приехали. Ну, уже становится поздно. Да. А если не доработал, но у тебя веса прогрессируют, ну, значит, это не так страшно. Главное, чтобы ты прогрессировал. На небольшой недоработке. Если он не дорабатывает веса, прогрессирую, значит... Нормально. Значит, ты новичок. Значит, новичок. И я-то думаю, что не дорабатываешь. Так, проблема с приводящим началась после тяг из ямы с плавным повышением веса до рабочего для отработки техники. Тяга из ямы для отработки техники. Ну, не важно так. Тяга из ямы как раз-таки ломает технику. Ты на ней из ямы ни хрена ничего не отработаешь. А во время тяжелых тяг приводящие умирали. Спустя неделю полный отдых приседать невозможно было. Посадить только уколы мелоксикама. Что с ним? Ну, ну, что-то с перерастяжением наградывают, и все. То есть, оно же так же можно, например, быть разводками убить грудь, да, если неправильно делать. То есть, получается, у тебя максимальное усилие при состоянии сильного растяжения мышц. Вот. То есть, соответственно, сейчас, ну, микротравма в каких-то фасциях, соответственно. Ну, если это была там одна такая тренировка, то просто перетренировал. Если их было несколько, то, да, могло накопиться, могли наклопиться микротравмы, спайки, фасциях и так далее. После тягу как раз-таки. Может быть, это были тягу одного дня. Как вы относитесь к построению микроцикла по типу чередования присед плюс тягу, пристега. Шим, тягу. Присед плюс тягу. Присед плюс тягу. Присед плюс тягу. Раз, тренировка, жим. А, нет. Что-то я не понимаю. Я тоже заполнился теперь. Верх-вниз. А, вверх, дробь-вниз. Присед плюс тягу в один день. А как это может быть вверх-вниз? Это не сниз. В один день низ, потом жим, просто жим, потом снова тяга плюс присед, потом опять снова жим. Короче, все, я понял. Присед так поняла отдельно. Присед с тягой в один день, потом у тебя жим, потом опять присед с тягой, потом опять жим. Ну, вообще-то присед с тягой никогда не тренируются вместе. Все равно тяжело, поэтому хреново я отношусь. Потому что и присед, и тяга – это ноги. По продолжительности сколько длится многоповторный период? Это я уже говорил. Погоди-ка. Так, Надежда, это же наша. Нет, у нас Наталья, Надежда. Так, короче, по продолжительности сколько длится многоповторный период, длится, как я говорил, 4 недели в среднем. В модуле про план тренировок вы подробно раскройте, как строить микроциклы и макроциклы с выходом на пик, дадите инструкцию к конкулиции подхода, повторение строительства тренировок, начале подготовки, бежевых соревнований, а также грамотно разгружаться. Конечно, мы это даем. Иначе нахрен вообще такой модуль делать, и мы так, что ли поверхностно все рассказываем. И, соответственно, мы, как я говорю, не просто это, соответственно, что делать. Мы говорим, как делать, как применяется, как индивидуально все это, соответственно, подбирается. Все это разбирается у нас в модуле. Адам ЗК, да, здесь все 500, то же самое. Так, Андрей, как увеличить мост в жиме? Тут помимо моста в жиме нужно, в первую очередь, увеличивать мобильность верхнеплечевого пояса. То есть она у нас определяющий фактор как раз таки. Если верхнеплечевый пояс деревянный, то, в принципе, те мосты, их она не поможет. Если ты не можешь должным образом заправить лопатки, нормально включая юридную мышцу, исключая, получается, из работы переднюю глистовидную мышцу. Короче, сначала тянем верхнеплечевой пояс, и потом, соответственно, уже работаем. Ну, здесь, соответственно, лучше параллельно работать над самим прогибом. Есть видео у епошек, можно посмотреть в ютубе, в принципе, загуглить. Главное, углы покажите как. Ага, сейчас прям взял, показал. Мы, кстати, да, рассказывали про углы на прошлых каких-то одних из наших мастер-классов. Было более подробно, просто моментально сейчас так это в вопросах не покажешь темы ни одной минуты. Объясните, почему может происходить заваливание вперед-назад в тяге? Из-за сильного разворота стоп. Из-за отсутствия бедер. А где вперед-назад? Ну, если ты встал вот так, если какая-то позиция-то... Нет, тут как бы тоже не мог понять, что имеется в виду. Я так понимаю, заваливание... В каком положении? Стартовом положении. Ну, вопрос почему? Из-за неправильной постановки ног? Тут, блин, как бы отвечать на тот вопрос, который ты не понимаешь, что имеется в виду. Тогда бежим дальше. Да, так. Так, как пройти ДК на огнях? На огнях в Москве нет ДК. Люди, блин, пишите какие-то корректные, реально вопросы. Какие оптичные витамины лучше? Берите спортивные витамины и меняйте их. Разные комплексы. Оптичные просто анализировки символики. Вопрос на сахар. Вместо аппликлиния 39. Саленную диагностику. Там сдал 4-9 с утра. Подминозка все. Подминозка все. Да, мы сейчас эндокринологи, и все референтные значения помним наизусть. Каждого гормона, блин. Дима Лысенко. Привет. В тяге стилем сумо в стартом положении подкручивается. Таз какой-то исправить тени. Бывает, подкручивается таз стилю сумо. У меня есть улайн ученик, который садится на все шпагаты. Но у него поясница подкручивается. То есть, помимо гибкости, соответственно, это гибкость переводящая. В первую очередь. Это вопрос навыка. То есть, как я уже сказал, сначала тянем с плинтов и потихонечку плинты понижаем. То есть, ставим тугу 100 плинта, при которой мы можем поясницу держать ровно. Это не значит, что нужно тянем на уровне колен, соответственно, когда штаммы. То есть, ставим плинты небольшие. И потихонечку-потихонечку плинты понижаем. Там вот сантиметр в сантиметр или полсантиметра. Пока не добьемся тех углов, которые нам нужны. Так, вопросы у нас как раз-таки закончились. Из-за того, что мы как раз загружали в Excel. Ты лопал? Там кончились вопросы. Напишите в чат, насколько вам понравилось. Пускали от 0 до 400. Я на последний вопрос. Спасибо вам за участие большое. На последний вопрос. Видите, пожалуйста, Юр, техника в жиме, в экипировке и без экипировки должна ли отличаться? Отличаться. Да, она может отличаться вообще запросто. То есть, не должна, но может отличаться. В зависимости от того, какая она сейчас есть. То есть, если брать, например, так же в зависимости от той майки, которую ты используешь. Короче, как правило, в майке локти могут прижиматься больше. А если ты выступаешь в экипировке, но ты же не все время тренируешься в экипировке, как сжать? Так, как оптимально, соответственно, без экипировки сжать. Потому что техника в экипировке или без, соответственно, будет уприсеть тягу, а они, соответственно, будут отличаться. Вот, хотя в тяге, это единственное упражнение, в котором, в принципе, да, плюс-минус одно и то же получается. Итак, мы вам презентовали нашу онлайн-школу, рассказали много полезностей. За остальными приходите к нам, заходите на страницу «Stroy by Strong», регистрируйтесь, вступайте в школу, в сообщество. И огромное спасибо вам за внимание, что вы были с нами до конца, что пришли, выделили время, выслушали нас, участвовали, переписывались с нами. Спасибо за ваши вопросы. Ждем вас снова. О, да, и последний ответ. Евгений про бинты СБД. Чисто по мне, они говно полные. Вот весь мой ответ. Да, они тугие, тянутся бесконечно, душат сильно ногу при жесткой намотке, в итоге ты садишься как в пустоту. Поэтому выкинь эти бинты. Все. Все, всем пока, до встречи, еще раз спасибо за внимание. Продолжение следует.